Дождливый день, не повод грустить, а самое время включить наш канал и узнать о самых свежих новостях студенчества и мира. А расскажу о них я, Тимур Камалеев. Нет ничего невозможного, студенты выучат китайский язык за два дня. В КФУ продолжается фестиваль День первокурсника. В прошлом году мы рассказывали вам о Райхане Халитове, который без денег отправился путешествовать автостопом по Азии. Тогда он был в Лаосе и поделился с нами множеством лайфхаков. Недавно молодой человек попал в беду. По пути к своему другу Винди его сбил автобус. Сейчас он находится без сознания, а его семье как никогда нужна ваша поддержка. Райхан Халитов – тревел-блогер из Казани. Своё путешествие начал в апреле прошлого года и за это время исколесил почти всю Азию. В конце сентября он оказался в Индии и планировал пробыть в этой стране несколько месяцев. Однако успел снять и выложить всего одно видео. Не доехав до своего друга на мотоцикле 50 километров, Райхан попал под встречный автобус и сильно ударился головой. В результате закрытая черепно-мозговая травма, несколько сломанных пальцев на руке и зашитое колено. Новость о несчастном случае вызвала немалый отклик среди пользователей интернета. Вся страна, все друзья, все помогают, за что спасибо большое. Очень надеюсь на дальнейшую помощь, потому что без помощи всех друзей, знакомых, тех, кто сочувствует, соболезнует, я бы ни за что не обошлась. Нам было бы очень тяжело. Вся информация о том, как помочь Райхану и его семье, выкладывается в его группе ВКонтакте, которую теперь ведут близкие молодого человека. На данный момент они собрали около 700 тысяч рублей. Сколько потребуется еще, пока не ясно. О конкретной какой-то сумме не говорится, потому что после того, как Райхан придет в себя, его должны выписать. И уже после этого, по его состоянию здоровья, транспортировать его сюда, в Россию, потому что здесь дешевле. Кроме того, сейчас идет активная подготовка к благотворительному концерту, на котором также будет организована выставка продажа. Для этого близкие Райхану ищут медийных и творческих личностей республики, готовых предложить свою помощь. Концерт пройдет 16 октября в троттории на Минской. Более подробная информация появится в паблике Райхана. Диана Авакян, Универньюз. В Институте физики прошел семинар с участием международной компании в сфере аппаратно-программных средств National Instruments, организациями Поволжья и представителями университета. Чем именно КФУ привлекает ведущие компании мира и что обсудили на семинаре? Смотри далее. 7 октября в Институте физики КФУ прошел научно-практический семинар с участием международной компании National Instruments, организаций Поволжья и представителей КФУ и КАИ. Сегодня семинар является научно-практическим. Мы решили больше продемонстрировать те задачи, которые встречались в учебных заведениях и на предприятиях, и как они решались уже посредством наших технологий. Тем самым это как раз обмен опыта и для учебных представителей, и для представителей разных организаций, потому что это совместное мероприятие. Здесь не только учебная часть, то есть не только КФУ, не только КАИ, но и представители нефтяной отрасли, вертолетной. Для Казанского федерального университета это уже не первый семинар с ведущими зарубежными компаниями. Сегодня это компания, которая один из мировых лидеров программного обеспечения, которая работает с контрольно-измерительным оборудованием. Эта компания достаточно давно присутствует на российском рынке, и очень хорошо она занимается образовательными технологиями. Поэтому вот в настоящее время у нас очень плотное сотрудничество, и вот сегодня ряд наших наработок в области образования, в области промышленных измерений тоже будут представлены на этом семинаре. Представители компании отмечают научный потенциал КФУ и надеются на продолжение сотрудничества с университетом, как в плане образовательных программ, так и разработок. Именно в синтезе этих двух начал кроется секрет подготовки хороших кадров. Сильное, ну, хорошее внедрение, интеграция технологий в учебный процесс, это, в первую очередь, это позволяет готовить кадров, которые в дальнейшем в производстве могут, не меняя никаких, как бы, ну, знания, есть знания, они приобрели их на учебном этапе и очень быстро могут адаптироваться в новом производстве. То есть не нужно будет им, вот обычно сейчас происходит так, да, студент приобретает какие-то знания, выходит в производство и видит совершенно другое оборудование, совершенно другие системы управления. И это очень неудобно, это замедляет интеграцию нового специалиста в систему производства, в систему тестирования. А в этом случае при правильном внедрении технологий можно этот процесс очень сильно облегчить. Семинар оправдал ожидания всех участников, и каждый из сторон надеется на тесное сотрудничество в научной и практической деятельности. Елена Селезнева, Руслан Урозаев, Универньюз. Самые яркие и интересные новости Рунета смотри в нашей постоянной рубрике Веб-Ньюз. Неизвестные вывесили большой портрет Путина на мосту в Нью-Йорке. Внизу портрета на английском стоит подпись «Миротворец». Владимир Путин 7 октября празднует день рождения. Президенту исполнилось 64 года. Казанский федеральный университет требует извинений от издания «Бизнес онлайн» за недостоверную информацию. Возможно, проверка со стороны Роскомнадзора в части разжигания национальной розни в статье этого издания. Дешевые отечественные лекарства исчезают от российских регионов. Основными причинами роста цены лекарства являются вытеснение дешевых отечественных лекарств с более дорогостоящими импортами. Ильшат Гафур принимает участие в шестом форуме ректоров университетов России и Японии. Тема обсуждения университета и общества, наука и образования в современном мире. Примером развития партнерства с японскими коллегами служит сотрудничество с Казанским федеральным. Скорый поезд Уфа-Казань начинает работу в 2017 году. Соглашение о развитии транспортного сообщения между республиками уже заключено. На данное время прямого железнодорожного сообщения между республиками нет. Робот-учитель, созданный по образу из мультфильма «Валя», начал преподавать в лицее Казани. В день учителя 5 октября в эти лицеи КФУ прошел первый урок робототехники и информатики с роботом учителя Евой. У здания Ганитукаина и Амирхана началась установка самолета Ту-144. Сейчас подготавливается участок для фундамента. Пока воздушное судно стоит на территории вуза на улице Дементьева. На телеканале «Россия-1» назовут города победителю конкурса символов для новых банкнот. Для победы Казани необходимо проголосовать за нее любым предложенным на передаче «Народная банкнота» способом. Китайский язык, несмотря на всю свою сложность, последние годы набирает популярность. Многие пытливые умы уже обратили на него свои взоры и задались вопросом, не выучить ли мне китайский язык. Но кто поможет? Пожалуй, с этой задачей отлично справляется героиня нашего следующего сюжета. В Центре изучения китайской культуры Елаборского института КФУ стартовали занятия по изучению китайского языка. Студенты имеют уникальную возможность получить знания и навыки общения относителей языка. Преподаватель Ахунаньского педагогического университета Ли Сьюань. Как рассказывает преподаватель, достаточно всего двух занятий, чтобы освоить язык на должном уровне. Мы используем на уроках инновационные методы обучения. Разные формы интерактивной работы с применением интернет-технологий, что делает занятия более результативными. Благодаря многолетнему партнерству КФУ с Хунаньским педагогическим университетом и Институтом Конфуции ученики получают возможность пройти стажировку в Китае. Я хотела бы, чтобы это хобби стало моей профессией. По поводу того, чтобы учить кого-то, я не уверена, но хотелось бы быть переводчиком в идеале. Совсем скоро посещать уроки китайского языка появятся у всех жителей Елабуги. В ближайшее время будет объявлен набор группы. Аделя Мухаммедшина, Екатерина Сайбель, Денис Сипайлов, Универньюз. Все меньше и меньше людей говорят на татарском языке. Его актуальность начинает угасать с каждым годом. По этому поводу в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого стартовали курсы татарского языка для населения. О татарском языке в свое время писал Мусаджа, Лейль, Кабдулла Тукай, Сибгат Хаким и многие другие. Тем самым они показали всю красоту и очарование родного языка. Но время проходит, люди начинают забывать предков в культуру своего народа и величия языка. Так, 26 сентября в Тенах Институтной филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого вот уже в пятый раз стартовали курсы татарского языка для населения. Народ всегда делает все возможное, чтобы сохранить свой язык, чтобы обучать этому языку, чтобы была возможность изучить этот язык. И, конечно же, мы хотим распространять свой родной язык, татарский язык. И мы считаем, что в рамках государственной программы по сохранению и развитию государственных языков и языков народов Республики Татарстан проводится очень много мероприятий. Одно из этих мероприятий заключается в организации таких курсов. Возрастные, профессиональные и, конечно, языковые барьеры стираются в один миг, вне зависимости от уровня знаний. Курсы татарского языка интересуют не только жители Республики, но и студентов Казанского федерального университета и стран ближнего и дальнего зарубежья. После того, как запись прекратилась, звонки идут, люди хотят изучать татарский. И у меня, лично в моей группе, не только татары, есть русскоязычные, есть казахи-магистранты, есть девушка-чувашская национальность, то есть разных национальностей. К каждому из учеников преподаватель находит свой подход, преподносит какую-то важную и интересную информацию. Два часа для них проходят совсем незаметно, и каждый раз они живут в ожидании очередного занятия, чтобы получить все новые и новые знания. Стабильность в обществе и коллективе всегда определяется благодаря взаимопониманию, ибо язык испокон веков играет не столько коммуникативную функцию, сколько становится фактором стабильности и негосплоченности. Диана Шилова, Ленардо Влюбин. Страшная причина поражения головного мозга скрывается среди нас. Как защитить себя и своих близких, в теме разбиралась Аделя Мухамедшина. В университетской клинике «Казань» состоялась встреча, посвященная профилактике йода-дефицитных заболеваний. Она прошла в рамках всероссийской акции «Соль плюс йод. IQ сбережет». Акция направлена на повышение уровня информированности населения о профилактике заболеваний щитовидной железы. Стоит отметить, что йода-дефицит – это наиболее распространенная причина поражения головного мозга и нарушения психического развития. «Недостаток йода приводит к достаточно серьезным последствиям, таким как нарушение закладки нервной системы, центральной нервной системы, к умственной отсталости у детишек, к снижению интеллекта, к двигательным расстройствам». Послушать выступление специалиста о необходимости применения йода собрались будущие мамы. Напомним, они входят в группу риска. И поэтому для их здоровья разработана индивидуальная программа йода-профилактики. «Есть государственная программа по йодированию соли, то есть это защита нашего населения от дефицита йода. Но, к сожалению, в данный момент йодированную соль найти достаточно сложно в магазинах, и не все ее потребляют. И приходится потреблять йод дополнительным группам населения, которым это очень необходимо, в стабилитированных препаратах». Зрительницам объяснили, в чем важность приема целого ряда препаратов. Задуматься о профилактике врачи рекомендуют абсолютно всем, ведь наверняка именно тогда неприятность обойдет вас стороной и не побеспокоит еще долгие годы. Аделя Мухаммедшина, Роман Самарин, Универ Ньюз. А в Униксе продолжаются фестивальные дни первокурсника. На красочном мероприятии побывала Анна Глазунова. Смотрим! В Большом зале Уникса собрались студенты разных институтов КФУ, чтобы поддержать Казань в голосовании за символы для новых банкнот Банка России в 200 и 2 тысяч рублей. Слышите Казань! Еще недавно Казань занимала первую позицию, но сегодня свое место уступило Севастополю. Остается считанные часы до подведения итогов, поэтому студенты КФУ проводят флешмобы в поддержку любимой Казани. Но все-таки основная причина, почему переполнен зал радостными студентами, это день первокурсника у Института физики и Института международных отношений истории и востоковедения. Мы узнали, чего ждут зрители от этого концерта Дня Первокурсников. Огня, драйва, то, что было в прошлом году на Дне Первокурсников, чтобы зал взорвался. С каждого своего похода на Дне Первокурсника жду стукшипательных эмоций и непередаваемых чувств. Сравнить с тем, что было в прошлые годы, и также посмотреть на то, что они покажутся честно, для того, чтобы уже прогнозировать, что будет уже на той же студенческой весне. Первокурсники волнуются перед выходом на сцену, напоследок поправляют свою прическу, повторяют слова, а для кого-то выступать на сцене Уникса уже привыкло. Для меня это уже не впервой, и я не очень волнуюсь. Это все привычно, это все здорово. Свет, музыка, это все кружит тебя, качает, и ты на сцене. Непередаваемые эмоции. Все ребята готовились, старались, и они зажгут на сцене. Я в них верю. Верю в наших первокурсников. Мне очень нравится студенческая жизнь, наши концерты, день первокурсника, студенческая весна, и я очень люблю танцевать. И я просто не могла сдержаться, и в этом году опять присоединилась к первокурсникам, и вместе мы поставили танец. Самой опасной болезнью 21 века станет интернет-защитность. Студенты первого курса и организаторы приложили немало усилий и стараний, чтобы порадовать зрителей яркими и красочными номерами. Даже несмотря на травму, из-за которой Артем Трубников не смог выступить на сцене, он пришел помочь и поддержать свою команду. Сегодня являюсь поддержкой концерта. У нас, например, группа стемщиков, я не участвую из-за травмы. И получается, что из-за нее я остаюсь за кулисами, и являюсь поддержкой. Я первый раз буду выступать на сцене Уникса, и хочу ощутить всю эту эйфорию от выступления, от нашего номера, от настоящей студенческой сцены Казанского федерального университета. Ну, я играю шамана просто, но в КВН сейчас взял барган, буду играть там, сидя. Помимо первого курса, среди выступающих помощников студенты других курсов. Пример таких, как Асминкина Анастасия со второго курса, которые переживают и волнуются за новоцеплеченных студентов. Сегодняшнее мероприятие будет бомбезным, потому что мы представляем новых первокурсников, которые пришли к нам. Они все очень активные. Для кого-то сцены Уникса стала хорошей возможностью продемонстрировать свои таланты. Впервые спеть или станцевать перед такой публикой. Когда на сцене представляли миниатюрные эмунистические сценки, зрители смеялись. А когда участники исполняли мелодичные, спокойные песни и слушали замиранием сердца, и чувствовалось волнение за выступающих. Здесь, кажется, было все. И сценки, и песни, и танцы. И каждый по-своему показал то, что хотел передать зрителю. А благодарны звучали громкие аплодисменты, восторженные возгласы. И все те, кто был в этом зале, ушли не только с хорошим настроением, но и с массой улыбок и положительных эмоций. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Телефон и интернет – неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Что выберут студенты КФУ – виртуальное или живое общение? Узнала наша съемочная группа. В нашу виртуальную эпоху люди ходят по улицам, не замечая ничего, кроме сообщений в телефоне. Ватсап, Фейсбук, Контакт заполонили наше время. Телефон стал неотъемлемой частью жизни. В интернете мы дружим с людьми, которых не видим годами. Нам стало интересно, какое общение ближе студентам – виртуальное или живое? – Живое. – Живое, а почему? – Потому что намного приятнее видеть собеседника, его лицо, его эмоции. Ты можешь передать своими эмоциями все то, что ты хочешь сказать, сообщить ему. – Я, к счастью, обладаю достаточно разной коммуникативной способностью. И все-таки, несмотря на то, что я достаточное время провожу в виртуальной реальности, это и какое-то задание выполнить, и просто расслабиться, поиграть или поболтать с кем-то, я все же за живое общение. – Живое общение, потому что видно эмоции человека, всякие смайлики мне тут не помогают. – Я предпочитаю живое. – Вы предпочитаете живое? – Да. – А почему? – Мне так больше нравится. – А вы? – А я тоже предпочитаю живое, но мне кажется, молодежь выбирает именно виртуальное общение, потому что так проще им не контактировать с другими людьми. – Может, кто-то стесняется. – Это все равно живое. – Нам лезет живое общение, потому что только живое общение позволяет искать полный спектр эмоций. – Несмотря на популярность в соцсетях, многие студенты предпочитают общаться вживую. Давайте выходить из виртуального мира и дарить друг другу настоящие улыбки. Юлия Павлова, Руслан Урозаев, Универньюз. – На этом все. Классных выходных. Всем мир. Пока. – Субтитры подогнал «Симон»!